Ипатий, епископ Гангурский, священномучийник, память в православной церкви совершается 31 марта и 16 ноября, в католической церкви, 14 ноября, житие, святой Ипатий был епископом Гангры, участник Никейского собора 325 года, он был убит орианами по возвращении домой, в пустынном месте на него напали последователи раскольников, новатый Филица Сима, Еретики изранили его мечами и кольями и сбросили с высокого берега в болото, женщина, бывшая среди нападавших и нанесшая святому смертельный удар камнем по голове, тотчас потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем, впоследствии она получила исцеление на могиле святого, жители города, очень любившие своего владыку, перенесли его тело в город и там похоронили, на могиле святого были явлены многие чудеса, Имя Ипатия упоминается в сочинении «Мартайрологиум романом», где отмечается его мученическая смерть с побиением камнями, церковное почитание С.В. Ипатия в честь С.В. Ипатия назван один из самых известных монастырей Русской Православной Церкви Свято-Троицкий Ипатийский в Костроме. Согласно принятой версии, монастырь основан около 1330 года татарским мурзой учетом родоначальником рода Году Новых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите и принявшим в Москве христианство под именем Захария. В этом месте ему было видение Богородицы с предстоящим апостолом Филиппом и С.В. Ипатиям, результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление им на этом месте был основан монастырь. На Западе его литургическое празднование 14 ноября упоминается в «Мартайрологиум романом», является покровителем аббатства в Градтеферрате. Святой в легендах имя святого Ипатия часто упоминается среди абхазских преданий. Популярность ему принесла народная этимология ошибочной отождествлений города Гангры, где находилась кафедра реального святого. С абхазской Гагрой местная традиция даже приписывала происхождение местных дворян зван бы от святого Ипатия.